Дело в том, что я тогда, я уже говорил, что, ну вот я учился в музыкальном училище, я очень влёкся буги-буги, вообще-то все это вот от рок-н-ролльных дел, там это и упорно этим делом занимался. И мы ездили даже, тогда такая интересная была авантюра с Сашей Ляпиным, с «Блюзмотор» на блюзовый фестиваль в Ригу, я там поиграл, значит, с литовцем одними, у Георгешни, ну как-то, в общем, все это, и с Курехиным мы в ту пору общались, и Курехин предложил просто, а почему бы там не поиграть, ты там занимаешься этим делом, вот я тоже там, Ну и вот, да, почему бы нет. И мы с ним, основная проблема была найти место для репетиции, где было бы два рояля, пункт А, и место для выступлений, где было бы два рояля, потому что, как ни странно, это действительно довольно большой затык. И после долгих поисков я там нашел, тогда мама как раз от братьев Шамаевых преподавала в училище Мусовского, у них были инфекционные помещения, да, она дала рекомендацию в консерваторию, в консерваторию инфекционные помещения, где есть два рояля, и мы там, насколько я, пробирались, там, это и на метро, как-то, сидели там, все это играли. И в результате мы дали два концерта. Программа получилась там минут пятьдесят, час, наверное, где-то вот такая вот. Ну, в основном, это, я там принес материал, который, в принципе, ну, я там сидел, долбился, то есть, ну, тематически, ну, а дальше, ну, там, уже импровизировали вместе, там, играли, потом, два-три еще было, две-три вещи было таких абсурдных, немножко рэк-таймовых, там, да. И, конечно, очень, на самом деле, мне очень обидно, что это вот, потому что тогда не придали это значение, тогда вообще ничего не придавали особенного значения, и это правильно, на самом деле, дальше, дальше там, и лучше делать что-то новое, чем, так сказать, можно все время сидеть верхом на каких-то старых, так сказать, дохлых кошках и, наверное, на них кататься. Но мне просто стало обидно, потому что последние, вот, буквально там, я не знаю, ну, начиная там с двухтысячных годов, постоянно обращаются с предложением это издать. Но где? Я не знаю, кто-то, где-то, наверное, когда-то записывал, потому что эти концерты тогда записывали все, в общем, я имею в виду не все, но все концерты записывались так или иначе, но я до сих пор пока, к сожалению, не могу найти. Было два концерта, очень хороших, на самом деле, вот так я с теплотой вспоминаю, потому что и, как сказать, ну вот всегда преследует, как говорится, если ты записал альбом, есть такой старый закон музыкальный, которым еще научил, так сказать, Питер Дженнер, когда мы, Питер Дженнер, это вот менеджер Пинк Флойд, там, бывший Терекса и так далее, который нас привез в Англию, первый раз в Сове, и он говорил, никогда не думайте об ошибках там после концертов, это вот первая заповедь его, то есть об ошибках надо думать на репетициях, а на концертах никогда не думайте об ошибках, нужно думать об атмосфере, потому что сколько вы не думаете об ошибках, меньше не станет, если вы, так сказать, не подготовитесь, а там атмосфера самое главное. И вторая заповедь, это вот никогда нельзя слушать непосредственно, вот ты закончил альбом, никогда его не слушай, то есть оставь на два-три месяца и послушай после этого. Беда в том, что когда, ну вот любой музыкант, когда он записывает какой-то альбом, он думает о том, что, ну в голове ощущение идеала, то есть то, как это должно быть. То есть априори это не может быть достигнуто, потому что идеал недостижим, и поэтому неизбежно, облом неизбежен, когда ты слушаешь то, что ты вот только что записал и закончил. Но стоит взять паузу, там два-три месяца каких-то, и потом начинает выясняться, когда ты забываешь какие-то мелочи, которые царапали ухо, над которыми ты болел, собственно говоря, в процессе записи всего вот этого альбома, они уже исчезают, и потом оказывается, что не все так плохо, то, что там сделано. Это возвращаясь к этому вот нашему совместному с Курехиным, нехорошее слово проекту, но вот концерту вот этому фортепианному дуэту. Потому что тогда казалось, ну вот именно, ну как только все это закончилось, история там, ну да, ну мы вот сделали это опять, к тому же, как ансамбль «Стандарт», это не было замахом на какую-то, о, вот теперь-то это вот будет вот такая стабильная фортепия. Нет, интересно было сделать, интересно было это реализовать, опять же, как только это закончилось, там как-то все это было, вот там какие-то огрехи там и так далее. Я бы сейчас, на самом деле, с удовольствием послушал, потому что мне кажется, что все было не так и плохо, собственно говоря. Но вот этого нет, я не знаю, где достать. Если кто-то где-то увидит, два концерта было, это «Докажи из дорожников», где «Докажи», я все время путаю, вот на Тамбовской улице, это что, это клуб? Нет, а вот это тот, который на Лиговке, клубе «Железнодорожников», значит, тот на Лиговке, который в клубе «Железнодорожников» и в ДК имени Ленина. Было два концерта хороших, с удовольствием бы сам послушал, и, в общем-то, так.